Создавая вторую часть, мы хотели добавить в нее еще больше элементов LEGO Star Wars. Окружение стало еще более интерактивным, также сохранилось прежнее чувство свободы. Мы сделали уровни более открытыми, добавили транспортные средства и ездовых существ, которых не было в оригинале. В игре есть уровни, где нужно только летать или ездить, а есть и смешанные карты, где также придется слезать со средства передвижения и двигаться на своих двоих. Самым важным для нас было сохранить дух прежней части. Мы хотели, чтобы в LEGO Star Wars 2 было легко и интересно играть с самой разной аудиторией, как детям, так и взрослым, как любителям LEGO, так и поклонникам Star Wars. Сейчас мы покажем уровень, где есть пара видов транспорта, которыми можно управлять. Один из них — это спидер, он находится в самом начале уровня. В этой локации есть места, которые получится открыть только при помощи спидера. Второй вид транспорта на данном уровне — собранный из деталей LEGO разведывательный робот AT-ST. Вы можете использовать мириады навыков и умений у различных персонажей. Создание собственного персонажа напоминает процесс сборки конструктора LEGO. Вы просто выбираете ему голову, руки, ноги из представленного ассортимента деталей. Всего позволено изменить 9 деталей. Все герои обладают уникальным внешним видом, навыками и умениями. Для нас важно сохранить фирменное чувство юмора игры, ведь оно подогревает интерес у самой разной аудитории. И взрослые, и маленькие геймеры любят от души посмеяться. Игра довольно проста и доступна, она дает чувство свободы, ее уровни отлично проработаны. И это уже сейчас. До релиза мы будем дальше улучшать и дорабатывать наш проект. В общем, мы считаем, что делаем свою работу на отлично. Продолжение следует...